Итак, добрый день, дорогие мои друзья! По вашим многочисленным просьбам я сегодня хочу снять урок или мастер-класс, как вам будет угодно, на тему, как построить цельнокраёный рукав на большой размер и с сохранением хотя бы какой-то части нагрудной выточки. Специально для этой темы я выбрала самую сложную фигурку. Посмотрите, если мы в нашем марафоне первый вариант делали для среднего размера, 48 размер, вы видите, да? 48, 37, 49, первая строчка наших мерочек, то сейчас я хочу построить базовую конструкцию, а на её основе построить цельнокраёный рукав на размер 65, 56, 66, то есть грудь, полуобхват груди 65, полуобхват бёдер 66. Вот, и баланс, обратите внимание на баланс, спинка длиной 41 см, а полочка длиной 50 см, смотрим на нижнюю строчку. Разница между ДТП и ДТС получается 9 см, 9 см это очень много, это и большая грудь, и перегибистая осанка, и всё-всё-всё сразу, и вот видите, какая большая полнота. Прибавки, обратите внимание, какие я выбрала. Прибавка по груди 5, по талии 4 мы её покажем, хотя не будем её обтягивать. Прибавка по бёдрам 3, это тоже нам на страховочку, чтобы у нас получилось всё, как говорится, на своих местах. И прибавка к обхвату плеча будет 6 см, меньше для такого размера делать нам не нужно. Я не знаю, что из этого получится, я втягиваюсь в эту историю первый раз в жизни, но будем исследовать вместе с вами. Я думаю, что мы разберёмся. Итак, начинаем нашу работу, конечно же, с базовой конструкции. Взяла для этого листочек в клеточку, для того, чтобы вам было поведнее и мне было побыстрее строить. И написала вот здесь мерочки, видите, длина изделия 60. Я упускаю скорость построения, ну или для тех, кто новенький, кто будет строить у нас, пытаться вместе со мной, я вас прошу, вот эти мерочки нужно будет привести в соответствие с моими измерениями, тогда вам всё будет понятно. Эти измерения я всегда вам даю. Это полуобхват груди, полуобхват талии, полуобхват бёдер, ширина груди первая, ширина груди вторая, расстояние между центрами. Это ширина спинки, это длина изделия, это ширина плеча, это длина рукава, это обхват плеча, самая полная часть руки и ширина рукава внизу. Вот это мерочка, длина до талии по спинке, это высота плеча, косая, это высота груди, это длина до талии по полочке и высота плеча, косая полочки. И вот это наши перечисленные уже прибавочки. Итак, начинаем строить. На экран у меня не помещается то и другое, поэтому не обессудьте, делайте вместе со мной, я буду всё пояснять. Итак, внизу мы рисуем линию низа. Я хочу... Нет, мне нужно будет строить по центру. Ладно, значит, вот так вот у нас будет. Вот это будет середина передней половинки. Это точка N. От точки N вправо мы откладываем с вами ширину сетки. Ширина сетки определяется. Наши бёдра 66 плюс прибавка 3. Получается 69. Делаем проверку. От 69 отнять грудь 65, получается 4. Значит, прибавка по груди 4 сантиметра. Что, в общем-то, тоже нас устраивает. А прибавка по груди у нас 5. Ну, пусть у нас будет 4. 1 или 5, разница небольшая, подстрахуйтесь припусками. Значит, я выбираю ширину сетки 69. Значит, я откладываю точки N вправо 69. Вот у меня 69. Точка эта у меня будет N2. Вверх. Середина спинки. Затем, так, я выбираю длину изделия. Так как у меня листочек коротенький, длина изделия не будет у меня 60 сантиметров, как я здесь написала. Но это у нас пусть будет на примере какой-то блузы. Но вы знаете, что если стоит только изменить длину, значит, у вас получится то, что вам надо. Значит, у меня здесь получается, что длина изделия где-то 25-26 сантиметров. Ну, пусть и будет. Это будет у нас точка T, линия талии. От талии вниз мне нужно откладывать линию бедер. Линия бедер 18, 17, 19 сантиметров. Возьмем 18, линия бедер, буква B. И оформляем. Линия талии горизонтально линии низа, T, T2. Линия бедер горизонтально линии низа, B, B2. Вы повторяете все вместе со мной, подставляя свои мерочки. Рекомендую один раз проработать все именно с моими мерочками, чтобы у вас получилось именно так, как я здесь строю. Дальше от точки T вверх мы откладываем мерку ДТП. ДТП в нашем случае это 50 сантиметров. Высота груди 36 сантиметров. Значит, от точки T вверх 50 сантиметров отложили точка А0. Вниз глубина горловинки у нас большой размер, сделаем 8. Буква В. Глубина горловинки переда 8. И 36 сантиметров высота груди. Буква Г. Давайте Г0 напишем, как обычно у меня в книжках. Через линию груди проводим, через точку Г0 проводим линию груди. Точка Г2. Хорошо. Теперь от точки Г0 вправо мы откладываем мерку расстояния между центрами груди. У нас это 12. Точка С. Центр груди. Дальше. От точки А0 вправо обычно откладываем 7. Для 65 размера отложим 8. Буква А. Затем оформляем горловинку. И соединяем точку А с точкой С. Ах ты, вот в чем дело. У меня здесь нет циркуля. Ну ладно, будем работать линейкой. Ничего страшного. Теперь мы считаем раствор нагрудной выточки. Раствор нагрудной выточки рассчитывается по формуле. Давайте будем все формулы записывать сюда, какие нам нужно. Итак, раствор нагрудной выточки равен ШГ2 минус ШГ1. Все это в скобках умножить на 2. И плюс 2 сантиметра. Подставляем наши числа. ШГ2 30. Отнять 22. Получается 8. И прибавить 2. Умножить на 2 получается 16. И прибавить 2 получается 18. Смотрим, что у нас получится. Если мы от точки А вправо проведем дугу радиусом 18. Ну, без циркуля буду работать, поэтому вот так буду проводить. Вот она дуга. Уравниваем стороны выточки. Это 36. Значит, сюда тоже надо откладывать 36. Вот у меня получилась точка. Я пока не буду оформлять эту выточку. Я посмотрю, где у меня получится конечная точка плеча. Дальше у нас идет плечо 13 сантиметров. Проводим дугу 13 сантиметров вот сюда. Дальше у нас идет высота плеча, косая переда. В нашем случае это 33 сантиметра. 33. Ставим 33 сантиметра в точку С. И в этом направлении проводим дугу. Вот где у меня точка получилась П1. Посмотрим, где у нас получится точка. Вот она. Где у нас получится точка П2. Для этого начинаем строить спинку. Спинка у нас 40 сантиметров. С0. Вниз 2 с половинкой. С1. В правой 8 сантиметров мы отложили ширина горловины переда. Значит, на росточек добавим еще сантиметрик. 9 будет. Это будет точка С. На ширину горловинки сзади мы увеличиваем. Для того, чтобы седьмой шейный позвонок, увеличившийся там у нас с возрастом, с полнотой, хорошо себя там вел. Дальше. Раствор плечевой выточки. Сейчас плечико нам надо нарисовать. У нас будет где-то размер 65. То есть это надо брать 2,5, а то и 3 сантиметра. Возьмем 2,5. Ширина плеча у нас 13. Значит, раствор, давайте еще здесь напишем, раствор плечевой выточки будет равен 2,5. А дуга, которую мы сейчас будем проводить, дуга будет радиусом равным 13 ширина плеча плюс 2,5 раствор плечевой выточки и плюс, давайте полтора сантиметра заложим пока на посадку на технологическую. И у нас будет получаться 16-17 сантиметров. Значит, из точки вот этой вот S влево дуга радиусом равным 17 сантиметров. Провери дугу. Вот она, дуга 17 сантиметров. И из точки T2 в этом же направлении высота плеча косая 42 сантиметра. 42 сантиметра. Ого! Вот видите, как у нас получилось? У нас получилось, что точка P2 очень низко. Значит, для того, чтобы обеспечить баланс данной фигурки, нам нужно точку P1 опустить. Видите, она оказалась на 4 сантиметра почти выше, чем точка P2. Такого быть не может. Такого быть не может, потому что тогда у нас нарисуется неправильная пройма. Значит, я должна увеличить настолько точку, настолько раствор на грудной выточке, чтобы точка P1 опустилась низко. Ну, давайте делать следующее. Сейчас я построю плечико спинки, потому что оно у меня не измеряется. Я соединяю точку S и P2. После этого я откладываю 4 сантиметра. Это начало моей выточки. Провожу вот так вот ее длину. Сантиметров 12-11, потому что раствор большой. Дальше я откладываю раствор выточки 2,5 сантиметра. Так. Провожу вторую сторону этой выточки. Вот так провели. Затем я поднимаюсь на 2 сантиметра наверх, ставлю безымянную точку и оформляю начало плечевого шва. Вот эта точка мне нужна, пересечение. Измеряю стороны выточки, откладываю эту длину на второй стороне и возвращаюсь к точке P2. И плечевой шовчик у нас построен. Ничего сделать мы с ним не можем. Хорошо. Пусть будет так. Но тогда мне нужно сейчас менять раствор выточки. Давайте я его сразу увеличу на 4 сантиметра. Вот было у меня 18, а я сделаю 22. Посмотрим, что из этого получится. Снова дуга. Снова здесь 36 у нас было. 9 сантиметров баланс мало никому не покажется. Вот. Получилась новенькая точка. Затем 13 сантиметров плечо. Вот оно у меня. И высота плеча касая 33. Так. Еще недолет. Вот где получилась точка. Значит, надо взять не 22, а скажем 24. Видите, сколько раз мне приходится менять свой баланс. И те, кто говорит вам, что выточка у нас обязательно должна быть ограничена, они, мягко говоря, не совсем правы. Потому что если у вас осанка 9 сантиметров, а я взяла нарочито такую большую осанку, чтобы вы посмотрели, как это все работает, да, у вас, конечно, будет поменьше, потому что 9 сантиметров это очень такой вот редкий, в общем-то, случай в жизни. Но мы же легких путей не ищем. Вот, посмотрите. И вот только сейчас, после третьего раза увеличения моей выточки, у меня все получилось, как мне хочется. Значит, посмотрите, какая оказалась большая выточка. И вот это оказалась точка P2, P1, вернее, P1, потому что сейчас у меня расстояние от P1 до точки C, высота плеча, косая переда, 33 сантиметра. Вот они, 33 сантиметра. Я на эти мерочки вышла. И моя точка P1 стала вот здесь. Все остальное я, пожалуй, уберу, потому что сейчас очень много будет у нас построения. Вот. То есть и вы можете поступать, не можете, а должны поступать соответственным образом. Самое главное, это все-таки правильно определить свою осанку, чтобы разница между ДТП и С, и ДТП и ДТС у вас была выверена верно. Это еще раз напоминаю, и хороший шнурочек, обязательно параллельно полу, и правильное положение плечевого шовчика на вашем подплечнике. Ну, а мы работаем дальше. Итак, мы построили с вами точечки P1 и P2, и сейчас у нас P1 ниже, чем P2, примерно на сантиметр, может быть, полтора, что нас вполне-вполне устраивает, потому что у нас нарисуется правильная гармоничная пройма. Строим саму пройму. Для этого смотрим на мерочку ШГ2. В нашем случае ШГ2 у нас 30 сантиметров. И откладываем от точки Г0 вправо. Это ограничение проймы спереди. Теперь мы смотрим на ширину спинки 23 сантиметра. И откладываем 23 сантиметра от точки Г2 уже влево. Я могу сюда прибавить на полную фигурку еще сантиметр или полтора, но пока не буду этого делать, посмотрю, как будет пройма рисоваться. А пройма рисоваться будет вполне прилично. Теперь я измеряю получившуюся ширину проймы. Она у меня оказалась 16 сантиметров. Делю пополам, получится 8. Значит, здесь у нас нарисовался боковой шов. Вот такая картинка. Ну и что? Мне хочется на этом прерваться, хотя, может быть, и нет. Давайте мы закончим построение, а прервемся уже, когда подойдем к построению рукавчика. Итак, проверяем расстояние от талии до проймы. Смотрите, у меня 14 сантиметров. И по нашему исключению из правил должно быть 6. 16 сантиметров, да? А мы посмотрим в книжке страничку 38. Помните, мы говорили про исключение из правил? Вот наша книжка. Вот страничка 38. Вот она открывается. Если у нас ДТС, а ДТС у нас равно 40, посмотри, 41, прошу прощения. Здесь у нас 41. Что мы тут пишем? Если ДТС 41, то Т1Г 16 с половинкой. Ну, так как размер очень большой, возьмем Т1Г 16. И поэтому от точки Т, вот эта точка Т1 у нас, да, вверх мы откладываем 16 сантиметров. И пройма наша оказалась вот здесь. Это точка Г. Пожалуйста, это точка Г у нас. Вот она, точка Г. Значит, мы взяли, получилось у нас 14. Померили до груди. А по нашей табличке получилось у нас 16. Ну и нарисуем с вами пройму. Здесь самое главное, чтобы наша пройма коснулась прямых, которые ее ограничивают. Точки 1 и 2 мы уже с вами рисовать не будем. Берем лекало. Маленькое лекало я беру. Вы берете большое лекало. И вот таким вот образом, смотрите, как хорошо нарисовалась задняя половинка пройма. Пробуем нарисовать переднюю. Она у нас не очень-то красиво получается. Но мы сейчас будем стараться. Сначала меленькими стежками вот так сделаем. А потом я, пожалуй, что от руки нарисую. Вот так, вот так. Ну и все. И у нас получилась очень даже приличная, очень правдоподобная для такого размера пройма. Но она в то же время аккуратная. Здесь прямой угол и здесь прямой угол. Вот так. Измеряем наши... Да, мы еще не сделали талиевые выточки, поэтому контроль выполнять рано и не построили рукавчик. На этом разрешите прерваться. Часть первая данного занятия у нас подошла к концу. Сейчас мы будем прервемся и будем строить часть вторую.